добрый день дорогие друзья вот уже наступил новый 2022 год как собирался приехал ставить капканы на бобра другое место сейчас это будет по коренному отличаться от того что было в речке здесь вот можете посмотреть это большой водоем это шексинска водохранилище вот здесь на берегу вот такая хата бобровая я специально подойду поближе по величине это хата вот здесь корма заготовочка корма заготовка бобров сейчас я покажу как я ловлю бобров большом водоеме пока камеру выключу сделаю подготовку потом объясню что я сделал и так друзья провел я вот такую подготовку вокруг корма заготовочки продолбил узенькую траншею для чего я это сделал я это сделал для того чтобы можно было промерить глубину и найти выходы то есть вот из-под бобровой хаты под корма заготовкой проходы типа нор и здесь значит на дне будут небольшие углубления по сравнению с основной глубиной сейчас я буду эти углубления искать вот начинаю от края в なне будет ну вот Вот здесь есть разница в глубине, но она очень пологая. Кое-где вешают ветки, вот здесь в частности веток довольно много. Вот и глубина здесь, видите, побольше. Ну и веток, очень много веток. Вот здесь такое место есть, с небольшим углублением. Маячок здесь поставлю, иду дальше. Вот здесь тоже как-бы есть такое углубление. А что же Маячок поставил? Ох! Ну вот здесь явное углубление, палки выныривают. Вот так я ее поставлю, чтобы она не укрывала. Вот так, они сухие и их выталкивают. Вот нащупал я в принципе по три капкана. Сейчас еще подумаю куда поставить четвертый. Думаю вот здесь у нас пустовато и поставлю где-то здесь. Думаю что вот здесь, чуть-чуть поглубже. Думаю. 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 . Думаю. 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 Укребань девочек. И вот теперь давайте поднимем. Чтобы его грамотно опустить, нам необходимо сразу две палки. Может здесь достаточно глубоко, чтобы он встал так, как нам надо. Нам там не видно будет, как он встает. Поэтому уже сверху опуская, мы встаем его так, как нужно нам. Вот, как он поставлен. Обязательно потерёг ложим палку и тросик привязываем. Вот это осиновая веточка, в которую бобры Сосинку уронили, вот с неё. Я эту веточку взял, вот пообломал, чтоб пахло. И теперь опущу её. Вот так вот. Следующий. Как я говорю, пока ещё, конечно, привада сильно не работает. Потому что ещё заготовки достаточно свежие у них. Не закислить. Но всё равно бывает, что они на неё реагируют. Да, вот этот капкан будет достаточно. Конечно, сложно поставить. Как мне хочется. Хотя нет. Вот так. Слых, легкие. Хорошо. Переходим на пол. Переходим на пол. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если помните, я всегда ставлю капканы на сухие ветки А свежие веточки использую для привады Вот пусть она будет запахом Тепешня у меня стоит Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Так Вот так вот Вот так вот Вот так вот Вот так вот Ну все, до новых встреч Пока-пока Вот так вот